Продолжение следует... Добрый вечер, уважаемые друзья! Очень приятно вас здесь видеть, очень приятно, что нас много, я назову много, потому что, как правило, на такие мероприятия всегда приходят 2-3-4 человека, отсюда у нас новые лица. Очень приятно, что вы заинтересованы в развитии нашего города. На самом деле, такое большое мероприятие мы решили провести, наверное, за последнее время первый раз, поскольку видим, какая ситуация происходит в нашем городе, в нашем районе, и никто, кроме нас, нашей ситуации не поможет. Не приедет никого, дядя к нам с мешком денег, не без мешка, и лучше жить мы от этого не будем. То есть, как там говорится, значит, спасение утопающих, да, дело от самих утопающих. Поэтому мы сегодня вас всех пригласили для того, чтобы, может быть, подумать, провести какой-то мозговой шкур, переосмыслить еще раз свой взгляд на жизнь и предложить действительно, может быть, какие-то идеи. И, как я всегда говорю, даже, может быть, самые бредовые фактические идеи, они всегда бывают более реальные, когда мы доходим до их реализации. Значит, у нас сегодня здесь присутствуют, как вы все видели, мы так, может быть, громко назвали команду «Сполково». Но с чем это связано? Значит, вот Екатерина Александровна Колыскова сегодня – это директор агентства по развитию моногородов Кировской области. Она прошла обучение «Сполково» в составе, скажем так, правда, делегации русского городского поселения, но представляла там судьбе Кировской области. В настоящее время у нас проходит обучение проектной команды от «Белой колонницы». Значит, у нас в составе команды глава города Кашин Станислав Александрович. Значит, через Аполитин Кириллевич – это директор государственного предприятия «Фермайский лес-промхоз» Фухачева Полина Николаевна. Это директор управляющей компании «Промпарка». Тоже, наверное, мы слышали, что мы пытаемся на базе высвободившихся площадей завода создать, может быть, родственное, может быть, аналогичное производство. Марина Николаевна этим делом занимается. Так, здесь присутствующих, значит, пока у нас больше никто не ездил, но у нас еще представитель как раз «Западноуральского машиностроительного концерта». Это судно-мозг Виталий Владимирович, это директор инвестиционной компании, заместитель президента «Западноуральского машиностроительного концерта». Он тоже вручается в составе нашей группы. Значит, Питков Алексей Анатольевич, как индивидуальный предприниматель, представитель бизнеса. И заместитель министра развития предпринимательства Кировской области Анатольевич Павел Николаевич. Ну и второй модуль, там будут пять модулей. Второй модуль начнется уже с 13 июля. И в составе второго модуля тоже буду принимать участие я, Килиса Сергея Анатольевича, в администрации. Ну вот такую общую установку. Я, потому что вводное слово сказала, и сейчас я хочу еще слово предоставить Екатерине Александровне. Здравствуйте. Добрый день. В районе мы уже с некоторыми здесь присутствующими встречались, на площадке. Мы уже были на едином информационном днях. Последний единый информационный день, который я проводила здесь, в Белой Холоннице, мы договорились о том, что в следующий раз, когда я приеду, мы уже будем обсуждать конкретные идеи о развитии, наоборот, Белой Холоннице, уже с учетом вашего мнения, для того, чтобы, мы называем это сейчас таким образом, осуществить перезагрузку работы с монокородами. С чем это связано? До последнего времени, до начала прошлого года, работа с монокородами сводилась к следующему, что мы уничтожили тот финансовый и человеческий ресурс, который, собственно говоря, виделся на поверхности, то есть те виды государственной поддержки, которые нам удавалось привлечь либо в федерации, либо, значит, за счет источников разных уровней бюджетов, региональных бюджетов, либо переориентации на нового якорного инвестора, если такого не хотел. Никто на якорного инвестора, собственно говоря, непосредственно в работе с монокородами, ну, по сути дела, регион не обращал внимания, то есть они приходили, приходили и приходили, мы пришли и пришли, мы чуть-чуть поработали, очень многое движение освобождения, конечно, не осуществлялось. И мы пришли к тому, что у нас очень сильно изменился в худшую сторону уровень безработицы, и, собственно говоря, бесконечно просто так актуализировать комплексные инвестиционные планы, а работа вся сводилась лишь к изменению цифки, статистики, изменению целевых показателей под то, что мы, в принципе, можем выполнить, да, она уже не могло это все дальше продолжаться. Перезагрузка осуществляется следующим у нас образом. После того, как мы проходим обучение в Сколково, это не просто мы слушаем лекции, у нас преподаватели международного уровня рассказывают о том, как хорошо было бы жить, если бы мы сделали то-то. На самом деле, правильная команда, что мы отработали по моногороду Луза, и что вот сейчас предстоит доработать на пятом модуле управленческой команде по развитию моногорода Белого Холуниса, предстоит решить очень сложную задачу. Определить основной вектор движения развития моды города, исходя из тех ресурсов, которые сейчас есть в Белой Холунице. А ресурсы, как вы понимаете, они разные, с учетом уровня квалификации человеческого капитала, уровня климатических условий, наличия промышленных площадок, инфраструктурных составляющих, природных полезных ископаемых, всего, чего вы хотите, с чего вы, может быть, не видели на поверхности, но больше видно вам. Людям, которые живут здесь. Поэтому вот и работа что в Блузе, что в Белой Холунице у нас обязательно устроится и будет устроиться в дальнейшем только в тесном диалоге с тем населением, которое живет именно на этой территории. Чтобы я сегодня увидела в Блузу таком встрече, очень хочется, чтобы вот предстоит команда взяла на следующий модуль конкретной идеи, которую мы сейчас могли с вами обсудить. Очень хочется, чтобы идеи были основаны на том, что есть в моно-бороде Белой Холунице. Не просто потому, что я слышал по телевизору, это где-то там в Чувашии, в Пермском крае, а чтобы мы с вами посмотрели непосредственно, это может быть реализовано на территории моно-борода Белой Холунице, или это просто там, проставим, который там где-то когда-то услышали, сняли эту волну. Вот это я бы видела, как результат сегодняшней нашей встречи. Это очень серьезно поможет параллическая команда перезагрузить работу с моно-бородом, изменить комплексный инвестиционный план развития, и не просто его сделать документом, который бы просто там раз в год, потом перестается, переверстывается и дальше лежит, продолжает лежать, а документ, который постоянно будет в работе. Еще хочу сказать, что параллическая команда, каждый модуль защищает свои идеи перед очень высокой комиссией. Там принимают зачеты, будем так говорить, после пяти дней обучения, представители разных министерств и ведомств, которые имеют определенный бюджет. И если идея чего-то стоит, и эта стоимость должна быть выражена в деньгах, которые мы можем взять у федеральных министерств ведомства. Что было сделано нам, моно-бород ВУЗа? Мы защитили проект. Мы защитили проект перед Шуваловым. Шувалову идея развития моно-борода, вообще электродвижения, развития моно-бород ВУЗа, ему очень понравилась, потому что мы исходили из новых технологий, которые в принципе существуют в Российской Федерации, обеспечивающие нервные технологии, группы или работки древесины, что считаю актуальным для вуза, это дело в Рунице. И именно переориентация работы с населением. Мы все понимаем, что если не будет вашей поддержки, ни один проект не будет состоявшихся, ни один. И еще, если здесь, я не знаю, кто здесь у нас сейчас присутствует, если здесь есть представитель бизнес-сообщества общественных объединений, то нужно понимать свое участие в этом проекте. Если вы, каждый из вас, будете видеть для себя свое применение в этом проекте, проект просто обречен на успех. Приведу очень простой пример. Приезжаем в мой город ВУЗа, значит, мне начинают говорить, там, местные активисты, о том, что вот администрация не делает, и начинает очень быстро загибать пальцы. И когда речь заходит о благоустройстве, я задаю очень простой вопрос. В общем, все просто, да? На улице мусор, неблагоустроенные, ни дорожки. У нас нет никакой, ну, собственно говоря, такой красоты, как мне сказали. У нас не посажен ни один цветок. Я спрашиваю, вот конкретно, что мы вместе с вами можем делать? Мы готовы в качестве волонтеров привлечь даже правительство и расходности. Мы приедем, мы посадим у вас деревья, мы посадим у вас цветы. Просто так, мы приедем и посадим. Мы привезем с собой семена, саженцы. Но если никто из вас не будет принимать участие в этом мероприятии, то на завтра мы увидим очень простую картину. У нас не будет ни одного саженца. И это на самом деле так. Поэтому вот сегодня и мы организовали вместе с администрацией это мероприятие. Я не знаю, кто у нас начнет по регламенту, но, наверное, может быть, у нас нет. Я думаю, что, может, еще Лега Кутиныч скажет пару. Без срока регламенту. Это у нас регламентационные основы. Что является звеном нашей команды? Нет, я как представитель управляющей компании в институте, я могу сказать, что если там есть какие-то вопросы о поддержке, о финансировании, пожалуйста, можно как-то задавать. Мы это все расскажем. Но вопрос, наверное, тут все-таки у нас в целом развитие города. То есть город – это не только парк, но это как бы гораздо больше. Тем более после обучения территория всего города получит налоговую ариботу, что должно сказаться хорошо на всем бизнес-сообществе. Поэтому самое главное, что мы должны понимать, что индустриальный парк у нас примет, ну, там, максимум 400 человек работающих. То есть даже если мы полностью снова восстановим производство и по конвейерам, и у нас зон зайдет. То есть остальное количество людей у нас равно живет в самом городе, должно получить там и достойный уровень именно отдыха и социальной культуры. То есть вот мы должны подумать, как встроить промышленность, так сказать, в новый формат города. Поэтому я не думаю, что надо центировать внимание на индустриальном парке. Но если есть какие-то вопросы, я потом могу отдельно тоже ответить. Ну, знаете, я хочу еще сказать, что приехав в Сколково, мы все учились с вами, и мы можем почему-то вроде как-то. Но в нашем представлении это обычный процесс заключения. Кто-то рассказал, мы чего-то послушали, может, что-то осталось, а может, да. После первого дня у меня муниципалитет говорит о том, что мы просто мозги сломали. Это реально так. Когда нам предложили подумать, как мы видим перспективу развития города в 2030 году, с учетом того, что у нас были замечательные специалисты, еще раз повторю, по деревообработке, молодых технологий, да, по современным организациям производства, современное строительство городов. И у нас действительно мозги подбудли. как мы видим, как мы будем жить в 2030 году. Мы все знаем, что у нас существует сейчас уже 3D-принтер. Насколько это все будет развито в 2030 году? Насколько мы сейчас в теме бизнес-клана, которые у нас сейчас в голове, укладываемся в перспективу дальнейшей жизни? Потому что если мы сейчас остановимся на старых технологиях и на старых отставлениях жизни, мы никогда не успеем за тем, куда уходит мировое сообщество. Никогда. Всегда нужно понимать, что нас ждет впереди, и что уже кто-то совершил шаг больше, чем мы делаем. И нужно посмотреть вокруг. И вот когда нам предложили посмотреть вокруг, мы были очень удивлены, чего мы не видим. Поэтому давайте мы будем смотреть еще с учетом такой позиции. Я понимаю, что у нас здесь значительные люди. Мы все тоже плаваем в интернет-пространстве, мы все читаем средства массовой информации. Может быть, у нас есть такие специалисты, которые изучают эти знания. Экономика в Викопитании, Германии, Соединенные Штаты, Америки. Может, нам чего-то не видно днее вам. Но опять же, потому что вы здесь живете, вам точно днее, чем нам там, например, в Киеве. Ну, я думаю, что мы это дело. Начнем, наверное, уже. Переходим еще туда. Еще добавлю немножко. Когда мы в интернер-саме работали, мы, как уже сказали, на самом деле, что-то в головах немножко поменялось. Мы немножко заплавали, точно так вот. Начали какие-то бредовые идеи выдвигать. Нам четко было сказано, ребята, отойдите от этих всех бредовых идей, которые вы сегодня рассматриваете. Это как лесная промышленность, это как ваш якобы проект машиностроения. Посмотрите шире. Посмотрите шире. Сделайте такой проект, от которого, чтобы мы даже обалдели. Поэтому пообщайтесь с сообществом, пообщайтесь с людьми, населяющими этот город, сложите эти все идеи и привезите сюда что-то интереснейшее. Потому мы сегодня с вами здесь собрались. А так у нас, если честно сказать, в конечном итоге, когда мы общались, родилось несколько идей. Первая самая такая, когда мы заплавали, это город доживание. Мой причин, на самом деле, город доживание. То есть, то есть, всех людей, достигших пенсионов, то есть, то есть, доживание. То есть, другой, другой, подумали, где ты город доживание. Второе, это рекреационная деятельность. Третье, значит, бизнес, идея наша была, это освободение наших, запасов, которые находятся на нашем дне, наше новых умничеств. Он, кстати, заинтересовал людей, заинтересовал, но это было сколько сказано, Здесь нужно было поработать и пообщаться с теми людьми, которые знают это направление, как нам можно это все взять и изложить. Вот поэтому мы сегодня с вами здесь собрались для того, чтобы пообщаться. Общался я еще с несколькими регионами, которые на сегодняшний день вместе с нами там проходили обучение. Поверьте нам, там еще хуже. На самом деле. Да, есть такие места, где, например, до ближайшего населенного пункта 600 тысяч километров. И в этом поселке существует, в городской теле существует только одна шахта, в машине нет ничего. Даже нет столов, где можно было покушать, дома культуры нет. Есть работа, есть дом и канализация, которая лежит прямо по центральной улице. В машине ничего нет, они не то стремятся, но они по отношению к нам, поверьте, они даже не собрались, не стали решать сегодня, завтрашние, вот те проекты, не стали обсуждать завтрашние те проекты, которые вот мы с вами сейчас, наверное, здесь накидаем и выложим в этом сполках, да? А они даже не стали собираться, не стали заморачиваться. Как сказала уже Татьяна Александровна, спасибо, товарищи говорится, любви товарищи, спасибо, мы обращаемся к вам. Ребят, давайте, подмогите нам немножко, как бы, сформировать нашу, сегодня наше направление, изложить ваши все идеи, их сформировать, представить комиссии уже более такой интересной шаги, чтобы наш город, на самом деле, получил возможность какой-то интересной шаги, по-моему, развития. Вот с этим мы сегодня с вами решили здесь делать. Ну и мне все нравится. Я думаю, что, может, уже неофициальный такой, да, начнем, в части, и гейми, вдруг, закидываясь, давай, не знаю, с гейми. Да, дело в том, что я, конечно, может быть, не подготовилась так, как, действительно, хотелось бы подготовиться, времени было не очень много, и первое, что я отмечу, я рассчитываю здесь увидеть больше людей, вот личный список тех, кого я так считаю, вижу, знаю по части общественной активности, вот у меня он замыкается на цифре 37, это на вскидку, без каких-то там перерываний, ну ладно, допустим, я 38-я, но вот нас здесь меньше, чем 40, да, нас здесь меньше, так. Значит, грубо говоря, жаль, что я вижу не всех, поэтому и часть вопросов, и часть информации я просто передам руководству, то есть это какие-то тезисы, это какие-то вопросы, которые можно бы задать было, если бы здесь было больше людей. Нет, подождите, Оксана Алексеевна, давайте мы сразу же отделим котлет о том, как так говорится, да, то есть не надо сюда загонять людей, понимаете, мы могли бы привезти всю администрацию, у нас бы тут сидело 100 человек, зачем? Сюда должны прийти люди, которые хотят идти и хотят что-то сказать. Объявление висит с воскресенья, кто хотел, тот пришел. Вы знаете, не надо вот всех сюда сгонять, и как-то название. Сгонять не надо, но многие не знали, многие узнали чисто случайно, многие узнали непросто. То есть просто это как бы, я рассчитываю, что это не последняя встреча, что у нас будет больше, и мы еще проработаем это все, и там поднимем какие-то вопросы. У вас есть какие-то тезисы, где можно зачитать хоть что-то? Давайте я вам предупреждать то, что вы предлагаете, хотя бы из самых профессиональных, так, что вы сейчас видите в своих тезисах. Так, хорошо, тогда я перейду сразу к последней части самой, ну скажем так, конструктивной, что связанной с экономикой, все остальное просто вам передам, вопросы уже там лично будут, если какие-то, я на них отвечу. Значит, у нас есть ресурс, который в настоящий момент у нас не просто не используется, а он нам мешает, и мешает, вызывая человеческое недовольство, расхолаживая поведение жителей города и создавая вот этот известный всем эффект разбитых окон, когда в беспорядке, соответственно, совершается там больше каких-то правонарушений и существует какая-то расхлябанность. То есть это наши бытовые отходы, с которыми в условиях частного сектора, в условиях необеспеченности населения, в технической необеспеченности муниципалитета справиться сейчас очень тяжело. Плюс к этому, это тоже здесь отражено, скоро завершится, истечет ресурс полигона официально зарегистрированного, единственного на район, и придется опять искать новые территории. То есть кратко, что я предлагаю? Я предлагаю все-таки каким-то образом подойти к вопросу организации Белой Холуницы на базе промпарка или отдельно от него производства по сортировке бытового мусора, начиная хотя бы с городских территорий, начиная с того, что у нас есть в частном секторе, и в каких-то лесополосах, когда она выбрасывается туда нелегально, с перспективой выхода на хотя бы мощность по району. То есть понятно, что там самый серьезный вопрос – это логистика, и самый серьезный вопрос – это стартовый капитал на это оборудование, но при этом, я просто так несколько пунктов зачитаю, у нас есть прямо в области уже предприятия, которые готовы брать часть таких ТБО на переработку. Например, на недавнем мероприятии я знала, что самый проблемный полистирол, который здесь никто не принимает, его даже и по эмундикам, начавших прием отходов, не принимают в принципе, вот его можно спокойно продавать от юридического лица в Кирово-Чепеск, где его перерабатывают на заводе «Полиспен». А вот это надо считать, потому что пока такие исследования я не проводила. Я проводила другие исследования, которые… Это не вся пластиковая посуда, это, грубо говоря, вот такие шуршащие для холодных напитков стаканы, это практически все так называемые «карыточки» от юридического лица, это вот такие лотки из вспененного полистирола, то есть это вспененный полистирол, это пенопласт, грубо говоря, это вот все, что связано с пенопластом. То есть даже на это есть потребитель внутри области, то есть когда логистика не такая сумасшедшая. ПЭТ можно, по крайней мере, вот сейчас уже ПЭТ у нас бы взяли в прессованном виде, с самовывозом 19-20 тысяч за тонн, но его бы взяли в Подмосковье. Но я уверена, что если искать долго, а не на вскидку, можно найти более выгодные контракты, ну, грубо говоря, поближе, чем в Подмосковье, либо каким-то образом повысить прибыльность. Потом пищевой алюминий, вот надо просто спросить, я буквально вчера начала искать в теме переработки пищевого алюминия, может быть, этот алюминий был бы востребован вот у нас, там, где занимается алюминиевым литьем. Вопрос в технологиях, в том, что необходимо. То есть его даже возить никуда не надо, его можно было бы использовать здесь как сырье. Ну, собственно, как и ПЭТ можно перерабатывать, отмывать, делать из него ПЭТ уже здесь, никуда их не возя. То есть единственное, в чем подход к сбору этого мусора. Я предлагаю уйти несколько дальше от просто установки контейнеров, потому что мы все знаем, чем завершается в условиях нашего общества, нашего несовершенного менталитета, там, нецивилизованности, чем завершается установка даже обычного контейнера, не говоря уже о контейнерах для раздельного сбора вторсырья. Завершается тем, что как только он остался без присмотра, он заполнен и окружен всем подряд. То есть предлагается организовать по городу сеть пунктов приема, не один на весь город в неудобном месте, а сеть пунктов приема вторичных ресурсов, причем не только сортированных. Давайте будем говорить, что с 2017 года будет идти оплата так называемого экологического сбора. Насколько я понимаю, нет еще четкой схемы, или она может быть изменена, как это будет все расходоваться. Мое глубокое убеждение, что эти деньги должны оставаться у нас в районе, а не платиться какому-то стороннему оператору в Кирове, в Слободском, неважно где. То есть эти деньги должны оставаться здесь и расходоваться рационально, так, чтобы не захоранивать, не собирать просто этот мусор, не топить его в земле, а чтобы эту максимальную выгоду из этого, из всего, что находится у нас сейчас в лесах, что мы, вот, знаем, у нас молодежь и старики, и все кто угодно собирают и просто отвозят, чтобы это максимально перерабатывалось, потому что это деталь имиджа города, развивающегося туристического центра, и это новаторство, которого пока еще, но я не слышала, чтобы кто таким занимался в Кировской области. То есть это не то, что там третья волна уже идет, когда все начали, и мы начали все для ними. Мы были бы первые. Надо в первом классе вести урок по раздельному сбору. Но это все равно. Школа. Просто смотрите, у нас сейчас идет такая тема. Я немножко... Потому что, да, все, что вы говорите, с тем, конечно, это может быть нехорошо, но условия наших сожителей не понимают, что это нереально, надо и оставить сортировку. Татьяна Ницинна, поэтому я и говорю, что линия сортировки мусора, не до сортировки, а сортировки, чтобы... Просто смотрите, разница в чем. Если человек сдает мусор раздельно собранный, он получает какую-то оплату, пусть там копеечную, да, на условиях. Если он приносит просто мешок, но ты его принеси хотя бы к этому пункту. Ты его не относи в лесополосу, не относи ты его на кладбище, не относи ты его к реке, чтобы он это потом все в реку укрывал, и привет Ильинского, и привет Вятков. Пусть это все хотя бы собирается в пунктах. Не на условия самоображения, а на вот это. Давайте мы будем очень сжато с Вами берем свои мысли, и я хочу Вас спросить, вот, из-за времени к тем самым, то, что мы сейчас выслушали, мнение одного человека, я хочу услышать от всех. Это для меня город, для меня, получится актуально. Оно актуально в любом городе. Один из пунктов, это надо делать обязательно. Вы понимаете, что для того, чтобы создать нужно общественную нетерпимость к тем людям, которые выбрасывают мусор в лесополосу, мимо контейнера, мы все готовы к этому? То есть сказать своему соседу, если он вложил там мусор, потому что если мы сейчас говорим о том, что мы создаем и делаем, он при этом будет общественность терпеть там мусор. Хорошо, я там мусор кинул, да? Но если я про это мимо того, кто это сделал, у нас это не заработало. Можно я бы... То есть основная часть населения должна быть социально ориентирована на эту программу? Нет, нет, не в том дело. Действительно, не со школы, а с детского сада. Мы сейчас в них программы, в детском саду их научат, учить делить бумагу в этот пакет стекловый. Да, мы это... Это направление, которое в любом городе имеет право существовать. Но при этом здесь присутствующие, как минимум здесь присутствующие, должны понимать, что общественность должна обращать внимание на тех, кто этого не будет делать. Дело в том, что я предлагаю... То, что вы здесь живете, это все понятно, да? Нет, просто смотрите, какая ситуация. У нас достаточно инертный народ. Народ, который живет, в принципе, еще понятиями... Он везде инертный. Ну, может быть, но где-то уже начали, уже в Чапирске с артеулы. Ну, это зависит от нас с вами. Первую очередь, если мы не будем проходить мимо... Это зависит от экономики. Если мы не будем проходить мимо, поверьте мне, менталитет лузян и менталитет белых луниц, менталитет жителей города Вятский и Толяр это совершенно разные вещи. Я не говорю о менталитете, например, города Малыш, да, или, например, города Ужу. То есть там совершенно другие обычаи, традиции, совершенно разные культуры людей. Так что я вам не могу сказать, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. У вас прекрасно человеческие структуры. Да. Давай. Можно я вам так, что вы можете думали... А нельзя вот, в общем, на городской думе принять, как... Я не знаю, как это, правомерно, вот или нет. Купить пять видео, конечно. Мусорит, мусорит, мусорит. На что эти видео, да? Нет, ребят, с прямой детьми, я этого не застраиваю. То есть мы с вами не делаем идеи. Да, да, да. Мы же начинаем обсуждать. Да. Оксана Алексеевна предложила идею сортировки, переработки бытовых отходов и сделать на этой базе какое-то производство. Это неплохая идея. Мы как бы ее записали. Это наша цель. А следующая идея. Нет, это не в том, что мы сейчас с вами должны дойти до экономического эффекта, а мы должны с вами докидать как минимум два из сайта рублей. И потом уже дальше собираемся считать. В следующий раз собрались и посчитали и сказали, Оксана Алексеевна, мы вычеркиваем бутылы и отходим. Потому что первое, второе, третье. Татьяна Александровна, я просто не договорила насчет пунктов приема. Просто я предлагаю эти пункты нагрузить дополнительными функциями, которые уже людей социализируют. Гробно говоря, пункт приема это не просто там фургончик, где сидит какой-то пьяный дядя Вася, который принимает и смотрит, что МУЗД. То есть, вы не должны понять, что МУЗД это то, из чего белые функции не выжили. Без переработки. Нет, не в том дело. Мы должны понять. Это дополнение, Оксана. Это штрихи. Это дополнение. Нужна другая программа. Давайте следующее. Можно я вопрос? Просто мы примерно про такого тоже сколково обсуждали. У меня было предложение сделать в индустриальном маркете, как это примерно схожее, так сказать, производство. Именно производство оборудования для переработки отходов. Но у нас Павел Николаевич говорил, а давайте в Белой Колунице сделаем большой полигон ТВО. Нет. Вот жители в Белой Колунице согласятся, если в принципе как длиннейший план рассматривали, что у нас город чистый. То, чтобы проблему подняли, что сортировки, она, так сказать, в международном тренде России по этому поводу очень сильно отстает. И то, что работа в общественности о сборке и какой-то сортировке это надо. Но я не думаю, что он... Понимаете, мы сейчас здесь в составе пишем в план, что у нас будет мусор сжигающий. Нет. Вы просто смотрите, как дальше мы увяжемся всем остальным. Я почему говорила, что на промышленности мы не должны зацикливаться, мы должны посмотреть о развитии города в целом, причем не на 5 лет, а реально там 10-20 лет. Какой город хотим увидеть? Если мы хотим видеть промышленно хороший, черный, загазованный город, то давайте сюда придачем еще что-нибудь. Можно атомную станцию поставить. То есть мы все знаем, что это... Суть-то в том, чтобы как можно меньше загрязнений вообще оставалось на нашей земле, именно на территории, район. Но вот это относится к малому бизнесу. Вот это вот относится к малому бизнесу. Здесь... На понимание, о чем ее свечка на территории. Это сортировка и это переработка. Это сортировка и возможная переработка, которая не сжигаемая. Все, давайте заканчиваем. Я могу пример. Остальные статусы передаю. Виталий, мы его взяли сейчас. Слушаем, как все, давайте постараемся в 5 минут сформулировать очень четко свою идею по поводу экономичного и в следующем. Может, записаться было сначала на выступление. Точно. Сейчас не закончим. Давайте, кто следующий готов рассказать? Свободный микрофункер в чеку. Да. Если позволите, тогда так. Ваш лист? Вы представьтесь, кто? Шулаков. Шулаков Сергей Николаевич. Значит, я как бы живу в Подмосковье, родом отсюда. У меня здесь мама живет, значит, ей 88 лет. периодически ухаживание есть. Но, между тем, так скажем, занимаюсь краеведением примерно с 85-го года в составе, значит, с местными краеведами, которых уже много не было, то есть уже давно нет, как бы, это Варакин, Разницын и другие люди. Значит, и немного, так скажем, знаком с историей нашей белой полуницы, может быть, даже с времен до ее основания. Значит, занимался исследованием, у меня несколько докладов на конференциях по истории белой полуницы, значит, и французские пленные, и основания завода. Значит, основная тема это вот история полуницких заводов, их банкротства и, значит, и взлет. Как опыт показывает, история полуницких заводов, она складывается из трех банкротств до революции и трех, так скажем, взлетов. Значит, схема одна и та же практически везде. Значит, что на революции, что сейчас и практически и раньше, и я сравнил с банкротствами и взлетами других заводов, значит, именно моногорода, по сути дела, значит, схема практически близнецовая во всех, во всех, во всех городах. Это, значит, попытка, когда город, значит, доходы падают и, значит, заводы начинают испытывать трудности, значит, старая русская традиция, так скажем, наша была многих заводчиков, значит, за небольшим исключением, это наращивать мощности, то есть просто умножать количество станков. умножать количество продукции, значит, и таким образом, вкладывая оборотные капиталы просто в умножение старой технологии, доводили заводы до банкротства, то есть постепенно не хватало средств и прочее. Так, заводы переходили в казенное управление, значит, постепенно, то есть судами, прочее, то есть через долги, через заемы там, микселя и прочее переходили в казенное управление. Значит, выход какой был, находился, кто-то покупал эти заводы. С чего все начиналось? Начиналось с двух вещей основных, значит. Это новейшие технологии, самые современные, самые современные технологии, самые переданные технологии, которые, то есть посылались люди на обучение, и новейшие технологии, внедрялось новые, новые калибры, новые стандарты, как правило, заменялось оборудование на новейшие технологии, и таким образом происходил взлет. Менялся сортамент, естественно, то есть у нас как железоделательный завод, то есть вот допустим, менялся сортамент, то есть вот по новой, когда пришли, они в первую очередь узнали, какие востребованы сорта железа, какие калибры, по каким спрос наиболее идет. И значит, под руководством пятого это все было. Это краткий экскурс, значит, что, значит, на мой взгляд, представляется возможным сейчас. Значит, это чисто, на мой взгляд, как бы на фоне, так скажем, исторических, так скажем, параллелей. Значит, что происходит в мире? В мире происходит простая вещь. Большие города перенасыщены, значит, они требуют огромных ресурсов, значит, туда идут огромные трубы, огромные фуры, то есть масса отходов, то есть все концентрируется. С другой стороны, большие города, производство стараются из себя выдолкнуть, но сам город сам по себе. Что такое город? Город это фабрика и завод. И когда гады выдалкивают производство из себя, зачем тогда город существует, зачем он вообще нужен? Значит, производства должны быть какие-то, значит, получается у нас Москва и прочее, это спальный город, офисы и прочее. Зачем он нужен? Значит, большинство фирм, ведущих сейчас пришли к такому выводу, значит, рабочие места можно сокращать и надомников, так скажем, организовывать надомников. Многие проектировщики уже перешли на надомную, так скажем, на надомную работу, то есть они работают по разным городам. Из Москвы, допустим, для того, чтобы сэкономить ресурсы, заказывают проекты в Кострому, в Вологду, в Воронеж, куда угодно, то есть люди друг друга не видят, никогда не знают и прочее, а проекты тем не менее делаются. Значит, и вот суть какая, значит, у нас, значит, само по себе население, какой вот ресурс, так скажем, людской ресурс, значит, сейчас секундочку, у меня какая-то сигналная, набросочек, набросочек есть, какой-то, сейчас, извините, пожалуйста, предложение, людской ресурс, у нас людской ресурс, какой, значит, потомки наши здесь были местное население, привозные, так скажем, это мастеровые, то есть, и те, кто были ссынные и прочее, люди неоднозначные, энергичные и прочее, то есть, по сути дела, генофонд наш, так скажем, людского ресурса заточен на промышленность, на инициативе, то есть, людей энергичных, то есть, и это в душе и прочее, даже при том оборудовании, которое сейчас у нас есть на заводе, люди делают конфетки, в общем, по сути дела, могут делать конфетки, значит, у нас очень много инициативных людей здесь, значит, предложение какое, значит, вот мое видение, значит, Белая Холуница, она предрасположена для некоторого, ну, я бы не сказал кампуса или еще чего-то, но необходимо сквозное образование от детского сада до высшего образования организовать здесь нечто кампуса, так скажем, определенного, со сквозным образованием, не вот, как сейчас, детский сад, школа, прочее, а сквозное, непрерывное образование, когда любая вещь смогла бы по времени пронизать вот это образование, то есть, филиалы, это возможно, значит, и от РЯДГУ, там, значит, и прочее, то есть, организовать некоторые какие-то филиалы образовательные здесь, при школах, прочее, с направлением, именно с инновационным направлением, на высокие технологии, то есть, это 3D-технология, робототехника, значит, с научным углом, почему в больших городах, в школах могут организовать вот такие научно-технические, робототехнические классы, почему у нас здесь, в Белой Кумунице, промышленно-ориентированном городе, нельзя организовать при каждой школе, или хотя бы общий какой-то такой вот центр научно-технический, который каждый мог бы хранить и образовываться. Значит, при этом, значит, можно при детских садах, начиная с детского сада, начиная со школ, значит, организовать вот эту сквозную ориентацию на местные ресурсы. В Белой Кумунице, то есть, научный класс, начиная с учетом дистанционного обучения, тоже сейчас, потому что сейчас практикуют очень многие москвы, либо крайне мере, дистанционные обучения. Параллельно, параллельно, значит, привлекать, значит, этот процесс необходимо делать двумя способами. Параллельно два процесса организовать. То есть, привлекать сюда высокие технологии с учетом того, что мы здесь готовим кадры под высокие технологии. И на это надо сразу затачиваться. Именно под высокие кадры и сделать, так скажем, местное, региональное, высокотехнологичное. Потому что что? Завозить сюда материалы смысла нет. Значит, тяжелые материалы какие-то. То есть, нужно ориентироваться на безматериальные технологии. Это раз. Готовка человеческого капитала, да? Полностью ориентироваться человеческого капитала и потребностей. Да, это и на перспективу. Второй момент, значит, у нас есть, значит, лесные ресурсы, природное богатство и красивый круг. Значит, здесь, вокруг Белой Куницы, можно организовать научно-производственные, значит, лесовосстановительные, значит, станции, с научно-производственной ориентацией, то есть, с экспериментальной, селекционной ориентацией. Опять же таки, это и рабочие места, это привлечение научных кадров. То есть, здесь вот такое научно... У нас природа красивая, здесь можно организовать, типа, ну, не коттеджные поселки, а какие-то такие вот конгломераты научно-производственные, то есть, как бы вокруг нас. Вы уже слишком много занимает времени, то есть, я думаю, что я не глупости какие-то говорю, мы уже об этом тоже думали. Повторяем все. Один из проектов, что вы сказали. И третий момент. Вот здесь у нас есть дороги, так скажем, старая дорога, допустим, на Клинковку, допустим, да, вот допустим, там старая деревня, там исчезнувшие поля, которые никто не обрабатывает. По ним можно организовывать фермерские предприятия и параллельно с ними вот эти научно-биологические станции, значит. Точно так же, если хорошую дорогу проложить, там научные кадры могли бы жить и работать здесь. Точно так же. То есть, не обязательно белые коммуникации. Могу вам сказать, что сейчас уже по созданию фермерских хозяйств давно работает программа. Как раз для того, чтобы фермеры, все желающие, пришли на свободное, так скажем, сберное участки.